Либо что-то, что будет отпушивать издалека. Ну, нужно обдумать, кто же подойдет на эту позицию. Есть минуты времени в Cloud9 на свой последний пик и бан. От кого сейчас стоит избавиться последним баном? Для Cloud9 я бы убрал Кентавра, по-хорошему. То есть я из тех оффлейнеров, которых еще не брали, я могу выделить только Кентавра. Ну, остальных ребяток забанили. Абадон снова не подходит под распики команд. Все-таки это такая китайско-американская прерогатива в герое, получается. Они просто им не играют. И я считаю, что Церберу в первую очередь нужны станы. Лайфстилер будет бить, Шадуфин тоже будет бить. Варлоку нужно, чтобы цели стояли на одном месте, и тогда его голем будет убивать. И для всего этого необходимы дизейбы. Может быть, Кентавр, может быть, статей Легион Командер, который прекрасно себя показал в прошлой игре. В общем, все, что угодно, лишь бы можно было держать. Кстати, в первом матче боялись у нас Казахи увидеть Мипо от Cloud9, они его банили. А, как видим, в прошлой карте про него не вспомнили, вы это тоже забыли. Магнус. Ну, в принципе, тоже такой стан, чтобы бить. Нормально получилось. В принципе, бан неплохой, но он, наверное, Кентавра либо доберут сами, потому что давать не особо-то и хочется. Хотя, когда Кентавр... Ну, в Харду, в принципе, можно. То есть, Бристалл Баккерри, Тускар, Котел Суппорт, и Вайпер Мит, и Кентавр Харду. Или же нет? Ну, сейчас мы узнаем, что же там Эйс придумал. Ну, вообще, по-хорошему, Кэрри нужен. И я бы голосовал за Чекернаута. Но они любят играть с Бристалл Бэком. Ну, не любят, но я точно видел. Не знаю, как правило, в плане любви к такой связке. Но Бристалл Бэкк Котелу такое залетало. Может, 2-1-2 пойдут? Или вообще три плав-харты какой-то соло на изи-лейн? Ну, я думаю, то, что Котлу нужно идти с Бристалл Бэком. Это очень сильная линия. И прогнать эту линию Варлоком будет сложно. Фрейер Спириту будет не сладко вначале. Ты закатываешься, ты кидаешь свой камешек, и тут тебе Бристалл Бэкк начинает в ответ закидывать щипы, ну и Котел задувает иллюминейтом. Осталось 5 секунд. И это Легион Канвас Пик. Тоже хороший. Достойный выбор. Пока мне нравится то, что пикает Глауд Найн, у них видна идея в их пике. Легион Командер мало того, что будет стоять у нас пока непонятно где, либо на сложной, либо на легкой. Он заходит хорошо и туда, и туда. Он может, ну, во-первых, держать людей. Все-таки это будет дополнительный дизейбл. И при этом он будет снимать либо Саленс и Станер Спирита, либо те же Open Wounds Лайстилера. И неожиданно вообще Слардар забирается на последний пик. Его не пикали и не банили. Вау. Ну, как бы Слардар совсем выпал с роли Хардлейнера. А тут он как Хардлейнер залетает. Ну, он всегда может отправиться в Хардлейн. Ну, понятно, что может, но... Перестали выбрать на эту позицию, как мы видим. Решили в этом матче все-таки Церберус взять его на третью роль. Ну, посмотрим, кто же окажется сильнее. В принципе, пики интересны. Ну, вот, конечно, Cloud9 сейчас показывает нам интересную комбинацию из героев. Такого я Даника не видел. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Кого тебе по пику предпочтения все-таки от Даши? Ну, наверное, до 40-й минуты я болею за Cloud9. А вот после 40-й минуты я считаю, что у Церберус пик будет посильнее. Ну, да, справедливо все-таки. Там такие мидгейм бойцы. Крутые у Cloud9. Но при этом я считаю, что дожить будет сложно. Здесь подойдет Bristol Back. Он будет стоять, танковать. Его сложно очень будет разобрать. Потом все это будет под эллиминейтом Keeper of the Light. И если будут какие-то проблемы, то его еще будет подхиливать Легион Коммандор. И сэйвить тот же таск. Крутая комбинация. Пик прикольный. Какой не часто такой видишь. Ну что, команда уже расходится по линиям, с телепортов. Пошел Эра у нас ставить вард. Вард поставил, но Ноя его обнаружил. Но, смотри, пока у Ноя не имеется. У Райза, смотри, есть, но он ее поставил. Даблок спауна. Да, в итоге у нас будет линия, как раз таки, трипла в хард. Но не с Бристалл Бэком на коре, а с Легионкой на коре. А Бристалл Бэк соло идет на нижнюю линию. Хотя, возможно, будет какое-то смещение после. Хотя необходимости в этом нет. Потому что там у нас селедка в харде. И Бристалл против селедки стоит соло спокойно. А то и отогонит ее. Да, ну, что Легион Коммандер с Кипер Озелайт, что Бристалл Бэк с Кипер Озелайт. Одна и вторая линии очень неприятные. Как бы, с одной стороны тебя спамят Легион Коммандер осами, а с другой стороны тебя Бристалл Бэк заплевывает. Да. И, кстати, смотри. Куда? Они сейчас не пойдут в Кипер Озелайт и Бристалл Бэк. А Легионочка отправится вниз. А, вы только не свапнули линию. Да, не свапнули, свапнули. Ну, в принципе, как и предвещал. Так и получилось. Не благодарите. Кого? Тебя? Да. Хорошо, я не буду. Ну, вообще-то это я сказал, но да ладно. Я тоже. Ну, да, хорошо, вы молодцы. Там пошел у нас Криповый Детейс. Если тебя не похвалишь, никто не похвалит. Я в курсе. Я эту фразу тебе говорил еще вчера. Я все помню. Я все помню. Там у нас в центре 2 на 2 у нас суппортирует Варлок СФу. Как раз таки против Вайпера. А Вайпер суппортирует Ноя на Тускаре. Но тут у нас как бы больше героев оказывается. Усер Берус. Просто вот первая минута, а там уже 3 героя в центре. Неплохая линия. Интересная. Ты давно видел такую расставку силу 1-3-1? Нет. Такого я очень давно не видел. Я вообще не видел такой линии. Я видел, как Air Spirit с Crystal Maiden заходили. Снова въезжают у нас, на боевинаты не доезжают. То есть смотри, у нас в центре 5 героев на первой минуте. 5 героев в центре на первой минуте. Что это за линия? Я, короче, видел такую линию, когда была Crystal Maiden у какой-то китайской команды Air Spirit. И вот там залетал Air Spirit, а потом на втором уровне подошла Crystal Maiden, и они забирали. По первому? Да, вот на втором уровне Crystal Maiden приходили, когда у него аура была вкачана. И там была забавная ситуация. Там Air Spirit под аурой Crystal Maiden мог вообще по кулдауну прыгать. И, ну, короче, вот так. А Warlock зачем здесь, вообще не ясно. Я не знаю. Он вроде бы есть, но единственное, что он делает, он закидывает хил. Видимо, просто решил догнать, что надежно. Надежно. Надежда Shadowfinn постояла в миде, чтобы он на верочку набрал свои души, и после этого мог бы хоть как-то противостоять вайперам. Ну, видать, для этого это и сделали. Ну, по итогу у нас, получается, расходится центра, и на топе теперь трипла у нас у Cerberus будет, потому что три попытки были неудачные. У Земельеви ехать, он три раза промазал, не докатился. Я решил, что хватит. Хватит оттерпеть. Да. Хватит оттерпеть. Хватит оттерпеть. И... Да что ж такое, Арл? Ну, хоть раз поводи её. Четыре из четырёх мимо залетели. Плох на вкатывание. А куда ты пошёл? Куда ты пошёл? Это ФБ. Ну, тут всё, ты не уйдёшь никак. Это ФБ. Что ты делаешь? Ну, это очень... Очень, очень странная игра от Земеля. Да ладно, не сдерживайся. Ну, я не сдерживаюсь? Я всё... Как хотел, так и сказал. Хорошо. А ты думал, что я хочу его обозвать или что? Ну, я думаю, что всё будет жёстче. Сноубол. Врываются на... Не на СФ, они вкатывались на крипа этого. Ага. Угу. Не, конечно, я понимаю, что можно промазать Роллинболдером, но что можно промазать Сноуболом... Я удивлён. Шарды? Не точные. Как-то у нас фейлфест начался в этом матче. Всем мажут. Пока. Все мажут, всем. Да. Сложно. Интересно, что они там делали. Эти десять минут. Не знаю. У нас просили казахи. Паузу. Ну вот. Я знаю, что ответил бы Майл. Как раз я в этом твиттере и писал, но я не буду это озвучивать. Сами посчитайте. И снова у нас трипла в центре от команды Церберус. Трипла? Да, трипл мид. Та самая. Легендарная. И нужна была кристалл мейденка. Не варлок. Так. Есть попадание. Вкатся на райзен. Руну забирает. И еще разстрелит по арву. Красиво. Ну, попал. Красиво. Уже хорошо. Уже настроил свой прицел на вкатывание. Ну, в общем, пока они втроем воевали против одного вайпера. Вверху у Та-2000 трудности. Он бегает своим лайфстилером. У него два армора против бристаллбека, которые носят в основном урон физикой. И ничего не можно сделать. Его бристаллбек убивает. Да еще и под котлом. Да. Было бы здорово как-то вернуться, помочь, может быть. Не, там трипл мид нормально. Работает там. На вайпер нападение. На пару с Ноя. Ноя разминает отлично. И пока дабла сильнее триплы оказывается. Ноя сноубол в кулдауне. Фэйрифайера нет. Можно Сальву попробовать отьюзать. Но решил этого не делать. Погибает отбонцов. Ну, а Бэйби Найта размяли, но не убили. Там Фэйрифайер не пробить. Не пробить. И Коррозив... Коррозив скинул у него два уже вкачан. Еще наплет. По Arrow Arrow в таверну. Это три. Один. За Cloud9. За Cloud9. Поднять щиты. За Cloud9. Хорошо. Поднимаем. Чат, давайте. Вы знаете, что делать. Врывается на Хейза в очередной раз. Огромные сложности у Хейза будут в этой игре. Его догоняет Таск. Его забирает Вайпер. Влетает Эрспирт. Эх. Мимо. Ну, раз попал по котлу стоящему на месте. Хорошо. Хватит этого. Ну, тут крипсаты хороши у команды Cloud9. Тридцать три крипа у нас уже у Эйса в харде. Тридцать один крип у нас на Изилейне у Хейса Жиротма. И Вайпер. Тридцать семь. Двадцать семь. Уже двадцать восемь крипов у него убито. У Эсэфа восемнадцать. У Сардара девятнадцать. У Лассера двенадцать. То есть перефарм на двадцать крипов там. В среднем. Жёстенько. Смотри, у нас всё ещё три героя в центре обитают у команды Церберус. Они решили прям вот полностью подмаслить Эсэфа. При этом как бы это подмасливание не окупается. Потому что Эсэф просел. Ну... Не те герои. Просто герои не те. Когда улетаешь с Эрспиритом, твоя основная задача забрать. И как-то Шадоу Финду до третьего уровня сложно забирать. Знаешь ещё что? Да. У Эсэфа четвёртый уровень. Да. У Суппорта третий, а у Вайпера шестой. И то есть Экспина воровано очень много было. Верно. При этом если в миде ещё находится Таск, то Эрспириту и вообще вовсе не хочется врываться. Потому что Шадоу Финда третьего уровня опять же не очень полезен. Ну смотри. Вебинат соло шестого уровня. И тут три героя. И они хотят что-то сделать, но... Не могут. Он просто соло зонит. Он соло зонит Эсэфа и всех его помощников. Просто Вард. Они хотят убить Вард. Стоит Вард. Вайпер всё прекрасно видит благодаря этому Варду. Вайпер начинает расстреливать Варлока. Всё-таки получается забрать Вард у Хейза. Но... Времени Вайпер выиграл слишком много. И тут... И ещё падает Слатар. Внизу дуэль выиграна в итоге. Легионом Тускар помог Кассажиротму одержать первый урон на этой карте. Ну не знаю, как ты знаешь, в этом матче... Сенсации не будет, да. Я вообще не знаю, что делать. То есть ты говорил, что вот тут 40 минуты здесь заклал даме, а тут с таким развалом в начале... Что делать? Минут за 20. Без понятия. Да, минут за 20. Они их разнесут. Ну, посмотрим, может быть, какой-то камбэк они постараются... Зачем? Ну, то есть... Големом. Големом, да. Под бонцами. Магнетайз. Да, бонцы, магнетайз. Вот только это сможет быть... Только это и сможет сделать камбэк. Только за счёт этого они смогут вернуться в игру. Катится Эрспирит. Его находит Ноя. Ноя на таске в этой игре сделал уже очень-очень много. Может быть, сделает что-нибудь ещё. Эрспирит закидывает камешек. Но не выезжает на сноуболе. Арау погибает, никак не уйти. Это шестой фраг для Cloud9. Минус. Это минус. Ну, знаешь, в принципе, ситуация расхожа вот с игрой Спиритов. То есть, первая карта easy, вторая такой пот, часовая игра, все дела. А третья, ну, тоже весьма простая для Спиритов Балаш. По итогу. Ну и давай отметим, какие пики у Cloud9. Да. И часто ты увидишь Бристлбэка в харде? Угу. Ну, вот, раз пик видя изначальный, то есть, Бристлбэк плюс котёл, я подозревал, что это будет именно вот Дабла, и скорее всего Бристлбэк будет именно керри здесь выступать. Потому что такое от Cloud9 я видел. Они вот... У них своя такая мета. И на самом деле даже мета не меняется у них от патчей. То есть, вот Кентавр, который будет просто на матче, это Кентавр, керри, который у них был ещё во времена Везга. И даже билд не изменился. Там щиты пошли. За Холдов. Да, Клепстаты и Нетворцы. А за Казаха? Подожди. А за Казахстан будем щиты поднимать? Можешь поднять. Давай. Я думаю, им не помогут. Управляй войском. При всём моём уважении в этой игре тут будет слишком сложно что-либо сделать. Так. Бристлбэк находится в вражеском лесу. Бристлбэк очень скоро что-то он себе несёт. ВГ несёт. У него Нетворц 5000 сейчас будет. Уже на 10-ой. По-моему, сейчас Травала несёт. Травала? Ага. Да. Травала себе принёс. А пока погибает в центре. Как-то били агрессивнее. Это любимая артипакт фейса. Ну, Травала, Травала. А, у него есть Пурманшилд. Так что он бил там... Одного Пурманшилда мало. Ну, он ВГ купит. Да, на Оперманшилда мало. Нужно купить себе что-нибудь ещё. Да, в итоге у нас Нетворц таковы, что топ-1 за Эйсом. У него уже 4800. 4000 у нас у Вайпера. 4000 у нас у Легионки. В то время как SF имеет 3200. Лайфтир имеет 2400. 2600 у Слардара. Мало. Очень мало денег. Ну и Варлок у нас имеет ничего. У него винлейс и бренч. Всё. 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 Ты красиво это сказал. Спасибо. Я старался. Всё. Время пуша. Да. Вот выезжают. Выезжают. Краски на сноуболи. Подцепил попутно ещё своего тиммейта. Шарды. Дуэль. Победа в дуэли здесь должна быть. Ну, давай же тычечку. Да. Победа в дуэли. Два строна. И укатывается по итогу АРУ. Благо не въехал здесь в Легионку. А то была бы беда. Был бы ещё один минус. Восемь. Два. На десятом минуте. Преимущество. Знаешь, за Cloud9 уж слишком солидное. 7000 голды не ведут. При том, что всего один Тауэр упал. То есть они переформили на 6000 с их оппонентом. Вот. Просто вбивший крипов. И прямо сейчас это преимущество будет увеличиваться. Пока Cloud9 пушит вышку снизу. Сверху ТА2000 хочет хоть как-то пропушить. Но у Cloud9 есть котёл. Котёл выходит на линию днём. Котёл начинает задувать. Котла так просто не взять. И находится просто в безвыходной ситуации Циабирус. Нужен блинг на селёдочке. А селёдочка его не фармит. Селёдочка стоит в харде. Селёдочка терпит. И вполне вероятно, что было бы адекватно свапнуться ей с кем-то. Чтобы, допустим, какой-нибудь варлок стоял снизу. Варлоку сейчас нечего делать. Варлок не может кого-то убить. Его толком для этого ничего нет. Такого весомого. Варлок не может фармить лес. Варлок может просто стоять и получать экспу. Вот снизу ему будет комфортно. Ну да. У варлоков всё ещё четвёртый уровень. Если что. На двенадцатой минуте. И вот он подтягивается сюда. Как бы и бутсанит на двадцатой минуте, если что. Проверяет, есть ли у противника видимость. Ставит вард номер один, ставит вард номер два. Да. И вот сто на дворца была потрачена. Вардов не нашёл. И в итоге у него... Сопожок нужен. Нужен! Где взять? Он как дедушка просто перемещается. Да. Вот вард поставил. А тут вард ответный у нас. И да! Вот нашёл. Нашёл один вардец, который был поставлен позже. Но сто голды, как ни крути. Эх, селёдочка заберёт. Топором съест. Куда эти дедушки сапог? Там с ним блиндаггер же есть у легионки. Готов у нас... Хестеджеротен его реализовывать. Обожаю его никнейм. Хестеджеротен. Да, вон. Кстати, смотри, у нас хотят играть... Мне нравится. Хотят играть в... Две пары траволов. Тут и... У Бэйбина эта травола будет куплены. Вторым артефактом. После... Драголэнса. Он просто медленный. Да. Вайперсу очень очень медленный. Всё справедливо. Там тп кастует у нас. Бестлбэк на траволах. Подвышку. И всё. Тут же четвером находится. Нужно терминатору уходить. А то будет больно. И товар отжимают у нас. Клауда. На топе. Минус товар. Бой у нас пока не готовы давать Церберуса. Но нужен голем, как минимум. Кстати, качался в итоге Shadow World в 3. Но всё-таки тут банцы нужны. Ну, банцы и голем. Это... Шанс на камбэк. Хил не поможет. Главное нечего. Нечего ждать. Мне нужно просто идти и ломать все вышки. Нечем отвечать Церберус. Только спидпуш. Там... В лицу фармит у нас лайфстирер. Но его там всё-таки не обнаружили. И сейчас бы поворот какого-то сделать в эту сторону. Могли бы убить. На самом-то деле. Да можно просто вар поставить. И убивать любого, кто зайдёт в эту сторону. Решили дп тавар. Дп кастуется. У нас эйс уже снизу. Эйс... Ну, даже под коррозив хейзом сложно будет взять. Ну, конечно, на него минус три армора. Хотя, в целом, это нормально. Там ещё под эсэфом. Настрелять ему. Ещё в минус три. И вот на него выезжают. Стан неточный. Ну и всё. Пробляет с атакой. Алигон хочет обутываться с дуэли. Или всё-таки нет. Блинкаут идёт в другую сторону. Райз ошибается. Его находит Т2000. Забирает Райза. И это была очень глупая смерть. Да, далеко он находился. У него даже варда не было. Ну... Ты зачем он там бежал? Он был ходячим вардом. Закладала 500 голды сейчас. 540. Неплохо. Как заготла. 500 в какой-то минуте. Ну что. Близится 6 уровень у Варлока. Нужно его на... Люди так 16 добрать по итогу. Но если Cloud9 будет тянуть со своим преимуществом, то артефакты будут появляться у Cerberos. И голем будет появляться. Вообще всё что угодно будет появляться. Поэтому нужно нападать. Напали на Варлока. Варлока стёрли его и Варлок не успел получить 6 уровень. Обидненько. Въезжает Вейса. Пытается убить его спину. Магнитайс. Влить всё в Вейса. Ну больно. Очень сейчас больно. В команде. Сноубол для подсейва. Сноубол для подсейва. Сноубол. Да, имеется. Легионка здесь. Легионка готова сражаться. Они потихоньку начинают возвращаться в игру. Ну да. Право Cerberos и... Не знаю. Что сказать. Клоудам по поводу этого файта. Но напали на Бристалбека. Поставь их в угол. Поставить в угол? Да. Хорошо. Знаешь как угол на болгарском пишется? Нет. Твердый знак? Г. Твердый знак? Л. Ага. Красиво, да? И что это нам даёт? Не знаю. Ну просто. Я смотрел ролик там по поводу вот. Настолько понимают вот народы, которые находятся вот. Ну гранича друг с другом. Насколько они понимают язык. Я вот когда был в Болгарии. В Болгарии сложный. Нет. Сейчас. Нападение на Бэби Найта. На Бэби Найта. Имеется Карл Зивхейт. Бэби Найт бежит. Легионочка даёт дуэль Слардеру. Слардер стоит. Он дерётся и погибает Легионочка. Также неожиданно врывается Таск. И также неожиданно он погибает. Та-2000 пошёл дальше за Бэби Найтом. Бэби Найт дерётся изо всех сил. Бэби Найт замедляет Та-2000. Та-2000 подрубает рейд. Бежит за Бэби Найтом до конца. Бэби Найта забирает. И пришло время Эйса. Эйс срывается один во всех. Эйсу дают станчик. Эйс никого не убил. Успевают улететь и Эр Спирит, и Шаду Финт. И Селёдочка тоже выживет. Обалдеть. И Земеля пытался уехать. Не получилось. Ну хотя бы один минус делает у нас здесь Клауд Найн. Но четыре героя пала. Убили одного Земелю. Фантастика. Сражаясь вот между Тир-1 и Тир-2. Клауд Найн убивают одного Земелю. А Церверос убивают четверых. Браво. Церверос тащите. Ещё 2000 голды и 3000 экспы для Церверосов. Церверосов. Что я хочу сказать. Как это произошло? Вот ты давай, я озвучиваю. Давай. Анализируй. Нет. Я не знаю. Я не понимаю. Блин. Ну, они выиграли все три линии. Потом файт, когда было два героя на топе, подошёл... Ну, был там, точнее, даже один Эйс подошёл на подсейв Тускар. Чуть-чуть продлил жизнь. Подошла Легионка. Сама котёл там поддувал. Ну, а Вайпер так и не смог доползти. На фидели 2000. И сейчас под Таваром сражаются и убивают одного героя. СФ нашёл... Оп. Разлетится. Разлетится. Айдон уже был рач. Я зря отменил. Такой убил точно Райса. Но вот такой Райс уходит. И не получится здесь подспить. Дуэль кастуется у нас на Хейза. Хейз неплохо сражается. Бэби Найт погибает. Варусь панчи. Залетает. И Ротом здесь не побеждает Хейза. Хейз делает для тебя ещё один фраг. Есть на нём здесь Гу. Но краш по Ноя. Ноя погибнет. И пошёл дальше ТА2000. Прямо за эйсом. На эйсе висит коррозив Хейз. Подбегает Джучи. Джучи успевает дать краш. Правда, умирает Лайстиль. Проиграл он битву в Армлет. Но даже несмотря на это Цельберус делает минус 4. Вот как ты сказал, что щиты не помогут казахам. Но щиты были подняты. И как видишь, работают щиты. Да. Так что работяги решают, кто в этом матче выиграет. Да. Ну, у меня нет слов. Такое закинуть это нужно постараться. Вот смотри, там уже за меня поднимают щиты. Да, я видел. Спасибо, ребят. Спасибо. Да. Ну, Cloud9, не такое ощущение, что отдали игру. То есть это она у них была. Они лидировали 8000 голды. Теперь они потеряли всё своё преимущество. И при этом Цельберус ещё и по ХП вырвались вперёд. Они проиграли 5000, а теперь лидируют 7500. Варлок, тот самый Варлок, у которого не было тапка на 12-й минуте, он уже имеет половину минуса. Да, да. Ну, когда зафайт насыпает по 2000 голды на 15-й минуте, это ускоряет его и фарм в разы. Ну, Рошанчик. Нужен Рошанчик. Для казахов. Да. Необходимо. Нужен Рошанчик и нужна Манта Стайл. Я правда не знаю, зачем Манта Стайл, если честно. Как-то здесь мало спилов, которых можно снять. Там котла нашли и убили. Видимо надо. А, он Север Эйдж. Он Север Эйдж. Манта Стайл хорошо. Молодец. Молодец. Вот пассивочку вайперовой рубахе при стилбеку. Там Рошанчик падает. Тем временем. Да, Рошанчик падает, но не успеет. Ну, пытается, но не успевает. Земелья готов кататься. Земелья поехал, но поздно. Поздно. Земелья здесь. Хотя Макдитайз пошел. Краш сверху. Големы сверху. Бонцы имеются. Довольно-таки больше из команды Клауда. Нужно отступать. Эйс сгрызать. Только здесь Земелью. Ротом все живы. Ротом все живы. Забирается. Да, есть. Забирает еще и вайпера. Шадоуфин дает отличный ультимейт. И Бристалбек начинает наваливать. Бристалбек делает даблкил. И если бы, если бы Хэстеджиротен, возможно, дал дуэль, то Бристалбек мог бы убить и Шадоуфинда и Лайфстилера. Ну, стоило ВСФ ворваться сейчас, когда он убил. Да. Да, потому что это порешало. Да. Ну, по итогу, как бы, Бристалбек своими спреями, своей спиной надамажил на 6000 урона. Да, ну, еще там пару раз, и он бы надамажил 7000. Да, ну, легионка здесь как-то решила не ворваться. Забаялась, забаялась. Ну, при том, что, знаешь, она прошлой дуэль кастовала вот 1 в 4, она там стоит на линии и кастует дуэль. Ей не страшно. Тут спасти тиммейта, не, что-то мне страшно. Не хочу. Не буду. Да, в итоге у нас матч обещает быть очень интересным, при том, что старт был таком, что казалось, что 20 минут и все, как бы, без шансов, ничего не сделаешь. Ну, казалось, согласен, казалось, что Cloud9 сейчас соберут полезные артефакты. А не травела, что они просто начнут бить вышки. После этого они заберут Рошана. Все-таки Бристлбек Рошана забирает очень быстро. Минус армор. Для этого себе знать. Но вместо этого они начинают фидить. Вместо этого Бэби Найт в одиночку пушит линию. Вместо этого Бэби Найта забирают, и ребята начинают бежать дальше. Ребята видят Райза. И Райз вешает монолик на Джуччи. Джуччи стоит. И манку нужно сэкономить. Регионка врывается на Хейза. Пытается продамажить. Есть краш. Очень больно рост. Но он побеждает в дуэли отлично. Убили СФа. Очень здорово. Есть у нас сноу-бол. Переждает. Нужно переждать магнитайз. Ну почему тогда нам вы... Ай. Зачем так на Рамбу вылезать сноу-бол? Здесь Keeper of the Light продолжает задавать. У него остается мало маны. В смоке бежит Джуччи. Уходят. Не угадал, где находится Keeper of the Light. И в очередной раз Cerberus разменивается себе в плюс. Cloud9 фидит. Бэби Найт в драке не сделал ни одного удара. Только пассивка недамажила. 141 урона. И при этом врывается сюда зачем-то Райз. Зачем ты ворвался сюда? Залетел. Ваше упрощение. Райз, эйз. Хорошие ники. Отличные. Да. Ох, как же они играют. Cloud9 просто пошли по фиду. По жестокому фиду. Да. Как бы там столько было у нас. 12-1. Там был развал подсчет. У нас по фрагам ведут сейчас Cerberus. 22-16. Эти герои в лейт-гейме разваливаются под коррозию в Хейз. Причем все. То есть и Бристалбэк страдает от коррозии в Хейз. И Вайперу неприятен минус армор. И им нельзя фидить. Им нужно как-то взять себя в руки и постараться... Ну пойти пятером. И реализовать огоним котла днем. Задувочками. Ну да. Вайпер пошел. Ну там снова в соул. И вот он Arrow. Вебинает. Привет. Ну пока их двое. То есть я не представляю как они вдвоем его развалят. Уже кто-то еще. Ну тратил уже убили. Там был инфест. Вот они ребятки. Теболтка отставать. Нет. Не может. Он кулдауне. Карлзив Хейз висит. И три удара по Вайперу. Да. Вайпер против селедки не герой. Селедочка с харды разваливает. Там ноя преследует. Ноя подсветили. О, как же больно. Ну сноубол, но это ненадолго. Иди сюда мой дорогой. Иди сюда мой дорогой. Селедочка с харды овнет. Да. Возвращение селедочки. Ну как я говорил, если они выигрывают это БО3, я считаю, что, ну я верю в то, что они уже одной ногой в гранд-финале. Знаешь, я вот видел закидон от Мемеса и компании. Я видел, да. Но это теперь будет в моей игре закидон в топ-1. Если это будет победа для казахов. В моей игре закидон в топ-1 это когда Энви проиграл Мемесу в квалификации на Dota Pit. Вот это был закидон номер один. А, нет, это был не Dota Pit, это был по-моему North American. А, да. Но об этом потом, об этом чуточку позже. Вот Мемес есть. Энви также убивает, Cloud9 просто уже начали фармить по одному. И это все прекрасно убивается. Энви с бомбой. Та-2000 доминирует. И вернемся к Энви. То есть Энви проиграл... Энви закидывал как мог. Он сделал все возможное, чтобы проиграть Best of 5. То есть можно закинуть одну игру, а Энви просто закинуть Best of 5. Вот. Так что в моем сердце эти ребята будут топ-2 после Энви. Ммм, да, я так тоже припомнил этот матч. Блин, я не знаю, вот сложно теперь свой чартер вот. Кто же его сглавит? По итогу. Ну, Мемес всегда будет в сердце. Все-таки 30 тысяч голды. Да. Ты мне закидывать? Тысяч голды экспы. Это было нечто. Каждый закидывал. Я думаю, мало кто может таки похвастаться. Ты знаешь, как статистика по ПГГ, что он единственный из проигроков, кто умирал в каждой карте? Таких больше нет. Да. Что умирал в каждой карте. Я помню. Причем он умирал разными способами. Я когда-то думал, что невозможно убить игрока с одного удара. Но ПГГ я убил на Bounty Hunter. Я ему критулю вписал. И Тоби Ван был в шоке после этого. Есть, кстати, такой мувик на ютубе, можете посмотреть. А сколько ты-то вылетел? Ван хит пиджи джи, по-моему, где-то тысяча была. Или, может быть, там 800. Нормально. Но, в любом случае, ПГГ в инвентаре просто было мало. Он там уже проигрывал. И я все сделал красиво. Ну что? Хотят у нас сделать смок вылазку здесь Cloud9. И, наконец-то, в пятером собраться и подраться. Тут такой-то неинвест, дуэль. Так, погибает Снардар. Выходит здесь ТА-2000. ТА-2000 работает по хэстэджи и ротанам. Но хэстэджи ротан умирает. Остается ТА-2000 против всех. Никакой поддержки нет. Влетает там где-то Эрспирит издалека. И тактическая пауза. Варлок СФ находится очень далеко. Я прям чувствую, как сейчас умирает Эрспирит. Чувствую. А после этого умирает еще Варлок и Shadowfiend. Церберус, если вы меня слышите, бросайте Эрспирита и убегайте. Ну, в целом, да. Все-таки там нет Крузифейза. Пожалуйста. Не на ком. Стоит уходить. Ну что, котел вернулся. Ну, Земелья как бы все. Уже оформил себе билет в один конец. Ярик. Уже нет у него... Что? Ярослав. Да-да. А, я себя подмутил в этом. Меня слышно от трассы, я понял, что там подмутил. А тут ТА-2000 бежит вообще не пойми за кем. Он бежит за киперов Злайт, у которого слишком большой МС и нужно переключаться. Нужно переключаться на Бэби Найта. Бэби Найта он воспитывает, как всегда. В очередной раз он отъезжает от ТА-2000. И Церберус на развороте дает минус. Пауза помогла им, кстати. Они сумели придумать план. Ну, бэйбэк сделал Лассиер по итогу. Да, но забрали минус 3. Могло быть и хуже. Там изначально было минус 2. Ну, теперь день, теперь время Церберус. И очень удачно появится Рошан. Как раз аганима у котла не будет. Поставим вардики и готовимся принимать. Мидасик на варлоке. У варлока есть минус, у варлока есть талант на бонус экспы. И сейчас он заживет. Закайфует. Да, с таким стартом, когда у него даже на бутс не хватало. Потом мог подумать, что так быстро изменится. Мидасик чудеса творит. Что такое, Ярослав? Ничего, все хорошо. Церберус хорошо сыграли. Церберус потеряет. И они тоже. Такан наполовину полон или наполовину пуст? Возможно, он полностью пуст. Пуст. Или... Красиво. Да. Я умею в красоту. Там SF. Нашли. Здравствуй, Бэби Найт. Бэби Найт... Сколько раз он уже умер? 7. Стакан пустеет. Да, пустеет стакан. На донышке осталось уже, по всей видимости. Ох! Бэби Найт! Бэби Найт! Фидер, Т7. Такой хороший старт у него был. Он стоял в миде, он овнил, можно сказать, триплу с таском. Да, у него все было идеально. Андрей Наротман, где он? Он соло пошел убивать и... Давай, давай! Красавчик! Лучший! Лучший! Все-таки стакан полон. Молодец. Ну это у Ротма полон, а у Бэби Ната пуст. Рейза, нашли. Тычечка, тычечка! Да ладно, котла добить гем! Выбить, отлично. Тыка! И еще тыку! По тасику! Тасик, в шарик! Эрспирид, подойди! Подойди ближе! Нет, нормально. И так сойдет. Кстати, хочется купить себе Мидас, здесь Тускар. Кто бы мог подумать, что Тускар Купит Мидас в разы позже, нежели Варлок. Да, при том, что они снесли пять вышек. Да. При том, что они так хорошо себя чувствовали. Эх. Да. Там, знаешь, Мидаса как бы не один у команды. Там два Мидаса, там у Слардара уже он есть. Давненько. Он давно уже у него. Я его и не заметил. И он шарик. Земеля въезжает. Подцепили на Юл. У нас Бристалбека. Эйс в конечные. Ну, пофармил в лесу в соло. Вырубаем пассивку. БД включим. Три удара. Три удара. Молодцы, Церберус. Церберус — это новая команда. Новые звезды. Это как раз один парень писал, он искал команду. Можно его поздравить. Похоже, он ее нашел. Угу. Не, ну если они вот так вот дальше будут играть, то они реально порвутся в том. Это несмотря на то, что у них пинг. Да. Они будут как эти NLG. Ну да, кстати, Кыргизы хорошо катали. А вот после как-то подписали их MVP. И где они делятся вообще? И все. И все, они говорят. Хватит. Мы играть не будем, да? У нас подписали, нам платят зп, мы катать не будем. Ха-ха-ха-ха. Красиво. А до этого я там вообще заказал. Турниров много. Там на хитбоксе турниры были. Там еще вне Рухаба. Точнее до Рухаба. И они выиграли четыре из трех турниров. А на четвертом заняли второе место. Тамры уже на хайграунд. Котла убили. Камень. Отличный камень заветает. Бонцы. Големы. Ох, ох, ох. Големы. До свидания, команда Cloud9. Голем, Ярослав. Голем был один. Да, он пока один. А Гнива еще нет. Это просто так. На будущее. На будущее. На будущее полетят. Ну и хочется поздравить Cerberus. Cerberus молодцы. Честно говоря, я не ожидал. Что в такой сложной ситуации они выкарабкаются. Но еще не конец. Нападают на Shadowfinder. Shadowfinder выталкивает сам себя. Подходит Jucci. Станчик по двоим. ТА2000 работает по Bristol Back. И Bristol Back у нас впитывает, впитывает. Но в итоге он пытал его. Можно поздравить, да. Bristol Back в этой игре, по идее, будет вообще топ-1 по получаемому урону. Лучший танк. Но даже несмотря на это, это ему не помогло. И Cerberus браво. Молодцы. ВВП победа. Наши мальчики, я надеюсь их увидеть в гранд-финале. Я надеюсь. Молодцы. Аплодисменты. 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 Не, реально. Вот эти ребята молодцы. Да, я согласен. В этой игре просто лучшие. А где аплодисменты? Браво, браво, браво. Брависимо. Где же ваши ручки? Где же ваши ручки? Снимаю шляпу. Хотя я без шляпы, но снимаю шляпу. Аплодисменты. Ух. Ну, посмотрим. Там предстоит играть ещё в полуфинале против Пенты. Но, кто знает. Ну, я считаю, что Пента попроще, чем Cloud9. Я тоже так думаю. Но, блин, я думаю, Cloud9 будет в финале в любом случае. Хотя, кто знает. Знаешь, у нас такая... Такой турнир, что друзья отлетели в Best of 1. Покинул. Ура.